Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наша культура». Каждую неделю мы рассказываем о самых значимых культурных событиях в жизни нашего края. Мы в Красноярском музейном центре, площадь мира, и вы видите, здесь проходит закрытие Красноярской музейной биеннале. Тема биеннале этого года «Мир и мир». Одно слово «мир» написано современными буквами, другое – старославянским шрифтом. Тема с акцентом на состоянии сегодняшней российской деревни. То, как она предстает в сознании художника, в сознании зрителя, деревня, жизнь на земле. Как это выглядит сегодня? Художник Владимир Абих буквально визуализирует название биеннале «Мир и мир». Он вырезает из реального пространства, из забора деревенского слова «мир» и транслирует его в пространство искусственное, в пространство художественное, в пространство музея, тем самым создавая новые смыслы. Куратор биеннале, человек, придумавший идею выставки, собравший для разговора о деревне четыре десятка художников со всего мира, Симон Мраз, специально для зрителей нашей программы показывает несколько значимых работ из масштабной экспозиции. Это первая работа, которая встречается с публиком. Люди с учебными поднимаются и уже находятся в таком очень сказочном месте. Это как сказка, не понятно, что здесь. Восторженно рассказывает об инсталляции Леонида Тишкова, куратор биеннале. «Для его творческая работа, один из самых важных ключей понимания его работы – это ее семья. Откуда он? Он родился в маленьком деревне». «Для меня эта работа как портал, говорит Симон. Вы видите этот свет среди подлинных вещей? Он современный художник, а это его цитата на классические деревенские вязаные коврики. А здесь, как символ, как флаг, как знамя деревни, художник показывает самотканную дорожку», – объясняет куратор. «Мне нравится этот диалог. Это диалог между поколениями. Это диалог творчества простых людей и творчества современного художника». Биеннале расположилась на всем пространстве музейного центра, на всех этажах. Мир как таковой, целостный. Сегодняшнее концептуальное искусство интересно именно тем, что не изолировано от того, что существует в реальной жизни. «Это компот Александра Сурикова. И что интересно, это живопись. Как вы знаете, вот эти деревянные дома, даже старые, они были все, все части были нумерованы. И они только вместе, все вместе получается как дом». Инсталляция художницы Ани Жолудь. Деревенский ландшафт. «Ани Жолюнд – премьер-художница, тоже русская художница, которая живет в деревне». «Это реализм и одновременно абстракция», – замечает куратор. Художница сделала портрет деревни. «Целая серия работ художника Виктора Сочивка посвящена деревне. Хлебопашцы, комбайнеры. Хлеб моей родины – самый тяжелый, но самый доступный для народа. Пшеничный – 20 копеек, ржаной – 15 копеек». Масштабная инсталляция художника Бориса Матросова. В деревянном заборе прорезаны слова «Скупой русский пейзаж». И сквозь эти дыры мы видим гороховое поле художницы Александры Паперна. «Здесь забор. Это очень важная вещь в деревне. А сквозь него мы смотрим на стилизованные пейзажи. Это взгляд зрителей оттуда. Он через этот забор пробивается, как сквозь снега и дожди. Это работа из фондов музея. Но удивительно, как совпало. Посмотрите, работа словно ждала своего часа. Видите надпись «Мир»? Восхищается куратор. «Мир и мир» – тема Биеннале. «Для нас это очень крупный международный проект, в котором очень много было иностранных художников. Но не просто представили свои работы, но многие были арх-резидентами на территории России вообще, в широком смысле, и Сибири в том числе». «Это одна из моих любимых работ на Биеннале. Художник Илья Долгов визуализирует, как культурное растение, посаженное на огородах деревенскими жителями, с отъездом жителей, растения дичают, буквально превращаются в сорняки». «Актеры лицом зрителю будут сидеть», – объясняет мизанцену своего перформанса режиссер Мария Булатова. И этой фразой объясняет стратегию современного искусства по отношению к публике. «Как перформанс называется?» – уточняю я. «Сопереживание», «Деревня». «Рядом с тобой сейчас много людей. Как ты думаешь, все ли они здесь городские жители?» – звучит голос режиссера. «Стрекотание сверчка», «Звук напряжения электропроводов», «В резиновых сапогах по лужам». Куратор биеннале Симон Мраз с интересом наблюдает за происходящим. Пар от кожи после бани, запах навоза, кукарекание петуха, звучит из динамиков голос. Я окидываю взглядом музейное пространство и понимаю, что там, за рекой и полем, начинается рассвет. До этого момента я думал, что инсталляция «Ани Желудь» – это некая «Деревня-призрак», показывает на объект Сергей Ковалевский, словно уходящая натура. А теперь я понимаю, что это «Деревня-проект», и поэтому она расчерчена линиями. Это дает надежду, некую перспективу. Все, кто на последнюю экскурсию, идем за мной, по 12 человек группы. Вы тоже на экскурсию? Экскурсоводы собирают своих зрителей. На этой биеннале в последний раз. Мы идем на второй этаж, и зрители радостно идут неизведанными путями нового искусства. В Краевой филармонии состоялся юбилейный концерт, посвященный 70-летию Михаила Иосифовича Бенюмова. Разумеется, маэстро блистал на сцене весь вечер. Сразу в трех своих выдающихся амплуа – дирижера, скрипача, педагога. Разумеется, были дуэты и с его звездной ученицей Риммой Бенюмовой, и с восходящей звездой Дарьей Манза. Программа была легкой и насыщенной одновременно. Моцарт, Вивальди, Бах, Шестакович, Равель. Как заметил один из зрителей, все было поакадемически выверено. Все соответствовало торжественному событию. Все действительно происходило в унисон той музыки, которая является квинтэссенцией творческой деятельности юбиляра. Этот год насыщен юбилеями в творческой жизни музыканта. Маэстро Бенюмову, 70, в 45 лет его творческой деятельности, из которых 40 лет он преподает в Красноярском институте искусств, 25 лет назад Михаил Иосифович создал свой блистательный Красноярский камерный оркестр. Я не смог сказать эти слова маэстро во время концерта. Скажу сейчас. Спасибо вам, Михаил Иосифович, за ваш талант, за ваше искусство, за ваших учеников. Спасибо за высокую музыку, которая с каждым взмахом вашего смычка и дирижерской палочки наполняет мир красотой. Спасибо. Мы в Доме офицеров. Здесь открылась выставка фотографа Александра Куприянова. Вообще-то это вот так смотрится. Тут отражение дерева в воде, тут какие-то камушки. В зеркале, потому что печатается вот таким образом. Здесь все природа? Да. Только пейзажи? Только. И это все фотографии? Конечно. Невозмутимо объясняет фотограф. Расскажи, что за техники здесь представлены? Здесь три техники. Это классическая черно-белая желатина, серебряная печать. Ну вот это, допустим. То есть это бумага, унебром. Все увеличителем напечатано и готово. Посмотрите. Масляная печать, эстамповая бумага. Корни через слой желатина словно прорастают в экспозиционное пространство. Эта техника называется масляная печать. Берется бумажка там какая-то, почти любая. Наносится желатин. Желатин этот студеница. После этого его можно сушить. Он высушивается. Отчувствление происходит бихроматом. Калия или аммония. И все им засвечиваешь ультрафиолетовым светом. Получается через негатив, понятно. Негатив вот такого размера надо сделать. В художественном смысле это выглядит убедительно. Потому что с одной стороны это практически афор, оттиск. А с другой стороны это похоже на акварель. Восхищаюсь я. Основная идея в том, чтобы получить от фотографии какую-то эмоцию, настроение, состояние, передать ощущение. Я разбираюсь с техниками, потому что каждая техника может что-то дать. И то, что она дает, я применяю целенаправленно. Она вот мягкая такая, то есть незатейливый сюжет, речка маховая, столбы. Но она вот такая вот мягкая, пушистая. А важно зрителю понимать, что это такая сложная техника. Нет. Зачем? Удивляется автор. Хорошая картина или хорошая фотография в моем понимании, она обладает энергетикой. Главное, чтобы от этой работы человек мог, он что-то чувствуя, получает эту энергию. Я вижу, ты работал еще и над самим изображением. Процарапывал. Я сделал инструмент, который применяется в афорте. Это как бы кисточка, сделанная из иголок, которые спаиваются. Ну вот этими иголками помахал, да и все. Здесь удивительный эффект присутствия. Посмотри, мы же прямо в этом пейзаже стоим. Посмотрите, здесь и словно тончайший дюрер, и китайская роспись по шелку, и все это фотография. Это фотофорд. Это еще одна техника, которую я практикую, потому что мне кажется, что там тоже какие-то безграничные возможности. Это лист меди, на который с помощью, опять-таки, фотослоя нанесено изображение. А потом уже она дорабатывалась. То есть вот этой вот шероховатости, это акватинка, запыление и нанесение растр так называемого. Ну, то есть разные техники классического афорта. То, что использовалось там веками. Гравюра – это уже материал для печати. То есть в углубление набивается краска, и через афортный станок, через пресс краска переходит на бумагу. Это еще фотография? Ну, мне кажется, да, потому что тут все-таки фотоизображение присутствует. Фотограф всегда хочет идти дальше, замечаю я. И ты занимаешься поиском. Многие вот на этом бы остановились. Сфотографировали это – и все. А ты – нет. Великолепная вещь. Сколько воздуха. Есть еще одна очень важная часть творчества Куприянова. Это, как я называю, его хранитель. Он хранит традиционные приемы фотографий. И не только те, которые знают люди. Только печать. Но это масса других приспособлений. Единственное, конечно, это плохо, что у него нет учеников. Ну, он еще молод. Мэтр вздыхает. Что такое молодость? Уже пора. То есть, считаете, уже пора? Пора, подтверждает фотограф. Пора. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и в музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова